С какими качествами ума связано то, что есть трудности с принятием определенной религии? Как форма постижения Бога нужна ли религия? В религии нет ничего плохого, если она не в упадке. Именно об этом-то вы спрашиваете здесь. Если вы идете христианство, но не однородное сейчас, нет какой-то однородной позиции христианства, в исламе более цельная религия, конечно, но там тоже отличные исправления, ориентирование, чего угодно, то есть все очень сложно. Поэтому мы говорим сейчас не о конфессии, мы же не об этом говорим, а о том, что нужно найти истину в сердце своем, а потом выберите конфессию, спасли. Начните с себя, не с конфессией, начните с истины в сердце, на это все же получится. Бог не христианин, не мусульманин, не индуист, не русский, не американец. Познаете это внутри сердца. Вот все, что требуется. Тогда вы говорите, что религия одна, Бог один, человеческая природа единая, разделение чисто в сугубо культурный, человеческий, климатический. А люди говорят, конфессия, климат разный. И сейчас часто люди говорят о христианстве, я христианин, если говорю, это значит, что я могу есть мясо и пить водку. Чаще всего именно это они отставили, не какую-то религию, а образ жизни свой отставили. Поэтому сейчас есть конфликт. Тогда вы практически применяете практику духовную, вот тогда начинается конфликт, потому что один ест мясо, другой отказывается от мяса, один пьет, другой отказывается от водки. Тогда как же общаться? Раньше все вместе делали, а сейчас как? То же касается регулируемой сексуальной жизни. Если вы хотите ее регулировать, а кто-то не хочет, будет конфликт. Религиозный, нерелигиозный конфликт это. Не вмешивайте сюда религию. Это образ жизни. Есть чистый образ жизни, есть не чистый образ жизни. В этом конфликте есть. И это не так, что если вы русский, то вы православный, если вы восточный человек, то вы мусульмане. Это знаете для кого? Для людей, которые не способны ничего выбрать, искать. Поэтому говорят, ну кто-то русский, ну значит ты православный, что он не способен к поиску. Вот религия должна быть воплощена в жизни людей, а не просто быть в конфликте, или в церкви, или в храме, в мечети. Тогда живут и храмы, и мечети, и живут по-настоящему. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok